Это программа День города. Здравствуйте в студии Дина Исляева. В начале главная тема выпуска. Из удобств газ, холодная вода и электричество. Как живут рязанцы, дома которых призваны аварийными. Успеть за 60 секунд. Как работает новое устройство связи губернатора с жителями области. Профессия для всех желающих в Спасо-Преображенском монастыре откроются курсы звонарей. Пожар в Рязанской пятиэтажке на пульт МЧС. Поступил сигнал о возгорании в одной из квартир на улице Затиной. На место сразу же выехали сотрудники МЧС. Подробности далее. Из подъезда выходит женщина с ребенком, лицо которого закрыто тканью. На дверей дежурит бригада пожарных. Внутри работают специалисты. Пройти сквозь задымленные помещения пожарные не разрешают. А все местные жители уже эвакуировались на улицу. Сотрудники скорой помощи помогают пострадавшему, в квартире которого и начался пожар. Мужчину доставят в медицинское учреждение с предварительным диагнозом отравления угарным газом. Ему 64 года. Он живет на третьем этаже. В 15 часов 31 минуту пожар был ликвидирован. Огнем повреждены постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 2 пожарных автомобиля. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Живут без горячей воды и других коммунальных удобств. В оселке остров буквально разваливается. Деревянный двухэтажный дом 1956 года постройки. Расселять его хотели и в 95 году, но дальше обещания дело так и не дошло. О будущем домов, в которых люди вынуждены жить в нечеловеческих условиях в нашем сюжете. Один у нас на весь этаж источник воды, которым мы пользуемся на этой кухне. Виктор Лобанов проводит экскурсию по дому. Из всех удобств – электричество, газ, отопление и холодная вода. Туалет на улице, души нет. Деревянный барак постройки 1956 года – памятник советским временам. Когда-то квартиры в поселке остров давали речникам. Для многих это временное жилье стало постоянным. Оно все вот и летит. Вот оно. Видите, что это? О, скажут, сломал. Все, а там вот насквозь. Здесь вон она туда уходит, рука полностью улазит. Этот дом должны были снести еще в 95-м. Жители до сих пор хранят документы, выданные еще Рязанским городским советом народных депутатов. Запланированный снос так и не состоялся. В 88-м году было принято такое решение горосполкомам, что в 95-м году в первоочередном порядке расселить. Обращались мы и к депутатам, обращались и к Булекову, еще глава администрации он был. Это мы в январе 17-го года обращались к нему. Сказали, почему мы не попали вот в эту программу по переселению автоматически. У нас же было уже решение, что в 95-м году выселить дом. Сказали, что у вас написано, что он ветхий, а нужно, чтобы был аварийный. Слово одно. Такой же долгожитель каменный дом на улице Колхозной 5. Несколько лет назад он перенес пожар. Сейчас в нем некоторые стены держатся на подпорках, полы проваливаются, с потолка сыплется штукатурка, в плачевном состоянии кухня и санузел. Потолок у нас рушится, подставили нам подпорки, полы проваливаются, все у нас залили со второго этажа. Условия вообще ужасные. У многих маленькие дети, поэтому жить тут уже невозможно. Поэтому мы уже кричим о помощи, помогите, чем можете. Жители поселка Остров заказывали экспертизу, платили 35 тысяч рублей, чтобы дом вошел в программу по переселению из аварийного жилья. Включили в нее и дом с улицы Колхозной. В Рязани создан реестр аварийных многоквартирных домов. В нем 45 зданий от 1890 до 1961 года постройки. Их расселят до 2020 года. Еще 11 домов планируют расселить до 2023 года. В настоящий момент в рамках действующего законодательства необходимо предусматривать жилье, соответствующее определенным требованиям. То есть это метр в метр. Эти жилые помещения представляются, если это собственное помещение. То есть частное, тогда соответственно представляется собственность. В настоящее время, как сообщили в администрации города, разрабатывается механизм реализации адресной программы по переселению жителей из аварийных домов. Работает над этим фонд содействия реформированию ЖКХ. Многоквартирные дома, признанные аварийными, обещали учесть при формировании этой программы. Дина Исляева, Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Живешь в поселке, асфальта нет. С такой проблемой столкнулись жители улицы Советской в поселке Конищево. Здесь, по словам местных жителей, дорожное покрытие не ремонтировалось уже несколько десятков лет. По поводу злополучного асфальта наша телекомпания отправила запрос в администрацию города. Ответ получил Валерий Седов. Дорога по улице Советской существует, скорее, условно. Здесь чуть больше одного километра земли, по которой ездят машины. Скорее, эта тропа пешеходная, нежели автомобильная трасса. Местные жители поддерживают целостность дороги своими силами. Своими силами пытаемся как-то делать, но после дождя оно все вымывает. Понимаете, песок там, щебень все остается ухабить. Здесь еще более-менее, а дальше там вообще невозможно ни проехать, ни пройти. Местные жители обратились к нам в редакцию в начале июня. Старожилы утверждают, что ремонта здесь не было никогда. Ответ пришел из Управления благоустройства города. В документе говорится, что перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту и строительство автомобильных дорог на текущий 2018 год сформирован в пределах выделенных средств. Вопрос работ именно на улице Советской в поселке Конищево будет рассмотрен только в случае дополнительного финансирования в рамках реализации программы «Дорожное хозяйство» и развития транспортной системы в городе Рязани на 2016-2020 годы. Тем не менее, в августе 2018 года были выполнены работы по выравниванию профиля участка автодороги с использованием асфальтобетонного гранулята на общей площади 5000 квадратных метров. Работы будут продолжены. Однако в документе также говорится, что это временная мера. Очередность же ремонта уличнодорожной сети города Рязани определяется исходя из интенсивности движения, категории дороги и предписаний у ГИБДД и УМВД России по Рязанской области. Вот только по словам местных жителей, движение здесь не такое интенсивное по сравнению с тем же центром города. На улице Советской в поселке Конищево 76 домов. А такси или службы города и вовсе отказываются приезжать сюда. Поэтому, когда именно ждать долгожданного ремонта, точного ответа нет. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Задать вопрос губернатору теперь можно в специальной кабине. Ее в качестве эксперимента установили у правительства региона. На формулировку вопроса или предложение каждому посетителю дается минута. Новую систему по работе с жителями региона уже протестировала Галина Кудряшова. Задать вопрос лично губернатору теперь может каждый рязанец. Для этого достаточно приехать на улицу Ленина к зданию областного правительства. Именно здесь расположена уникальная будка, единственная в регионе. Никаких кнопок, пультов или почтовых ящиков. Только вы, губернатор, глаза в глаза. При входе в будку запускается приветственное слово Николая Любимова, после чего у вас есть ровно минута на то, чтобы сформулировать вопрос или предложение. Алексей Мысейкин – инвалид второй группы. Он полностью потерял трудоспособность более 20 лет назад в Чернобыле. Однако денежной компенсации от государства не получил. Очень хорошее и нужное дело. Я с нового года добивался вопроса, чтобы меня принял губернатор Рязанской области, потому что нигде не решается этот вопрос. Даже здесь в правительстве Рязанской области меня волокитят, а не допускают. Вот сейчас обратился, он обещал разобраться как можно быстрее. Нередко звучит и вопрос плохих дорог во дворах. На улице Горького, дом 15, корпус 1, пешеходной зоны нет, а проезжая часть изрыта ямами. Сделаем, сделаем, сделаем. Депутаты обещали, что сделают. Но, увы, третий год ничего не делают. Авторы будки «Задай вопрос губернатору» надеются, что именно такие нерешенные на местном уровне вопросы люди будут поднимать в своих видеообращениях. Большое спасибо за ваше неравнодушие. Мы обязательно разберемся в ситуации, постараемся оперативно решить проблему и сообщим вам о результатах. Если у вас остались другие вопросы, их тоже можно задать. Если вы хотите получить ответ лично, то в начале своего выступления представьтесь и укажите контактные данные. После записи видеообращение поступит ответственным службам. Самые острые вопросы губернатор рассмотрит лично. Если скажут, что надо убрать там где-то в каком-то месте мусор, то это, конечно, сутки-двое, смотря какой объем мусора. Если, естественно, это будет строительство дороги, там 10 километров до какого-то населенного пункта, то, естественно, тут надо будет рассчитываться по финансовым ресурсам и закладывать средства в какую-то программу дорожных работ. Свои минусы у будки тоже есть. Видео и запись в ней ведется постоянно, вне зависимости от того, есть ли человек в кабинке. Обработать такое количество данных, основная часть которых является браком, станет отдельной задачей. Сейчас кабинка работает в тестовом режиме. В ближайшее время в Рязани установят еще 4, а уже 5 сентября 11 подобных будок появятся в районах Рязанской области и будут передвижными. Записать видеообращение в них можно будет только в дневное время. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанский цирк готовится встретить гостей. Его закрыли на ремонт в феврале 2015 года. Реконструкция затянулась на несколько лет. Уже на следующей неделе он откроет свои двери для посетителей. Как идут приготовления к первому представлению, узнала наша съемочная группа. Пройтись по благоустроенному Лубицкому бульвару может любой желающий. Здесь вымышленный камнем тротуар и несколько тематических фигур, а также фонтаны. А вот увидеть цирк изнутри до премьеры пока мало кому удавалось. Экскурсию нашей съемочной группе устроила директор цирка Тамара Бортникова. Она рассказала и показала, как здесь все изменилось. На входе несколько ступеней безопасности. Тут установлены металлдетекторы и в день представления будут работать контролеры. Гардеробные, как и зрительный зал, разделены по зонам. Красный цвет для красных мест, синий для синих. Просторное фойе и множество зеркал. Через считанные дни здесь будут продавать детские игрушки, сладкую вату и другие товары. Гулять можно как по первому, так и по второму этажу. Здесь большие панорамные окна, через которые открывается вид на Лыбецкий бульвар. Но самое интересное, конечно же, ждет зрителей в самом манеже. Красные, желтые, синие сектора зал вмещают в себя до 2000 человек. Первые ряды каждого сектора – это места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кресла легко передвигаются и раскладываются. Остальные – не менее удобные. По словам Тамары Бортниковой, изменился не только сам цирк, но и его формат. Рязанский цирк открывается в новом видении, в новом преображении. Мы открываемся не только как площадка для проведения цирковых гастролей, цирковых шоу, но и как культурный центр Рязани и Рязанской области. Мы ждем здесь родителей с детьми, мы ждем здесь и взрослых на концерты. Пустой зрительный зал вскоре заполнит люди. А на манеже начнется большое представление. Новый звук, освещение и все остальное. По словам Тамары Бортниковой, все это приятно удивить рязанцев. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В день запрета на продажу спиртного рязанская полиция изъяла 111 литров горячительных напитков. В этом году день начала учебного года перенесли на 3 сентября. В рамках регионального законодательства в этот день запрещена розничная продажа спиртного. В областном центре факты незаконной продажи спиртного зафиксированы в кафе и торговых палатках. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Им грозит крупный штраф. Первый открытый городской турнир по художественной гимнастике «Легенда рязанского спорта» пройдет в Рязани 5-6 сентября. Состязание посвятят рязанским гимнасткам, добившимся в разные годы выдающихся результатов на соревнованиях международного уровня. Своё участие в турнире уже подтвердили порядка 200 человек из Рязанской области и соседних регионов. Работа, на которой обязательно нужно носить беруши или наушники, чтобы не потерять слух. В Спасо-Преображенском монастыре откроются курсы для звонарей. Им будут преподавать историю и церковный устав. Практические занятия только по индивидуальному графику. За звонные колокола они у нас берутся в замок. Вот так вот. В такой вот. Работает только кисть. Вадим стал звонарем случайно. Хотел помочь храму, в который ходил. Ему предложили освоить эту профессию. Учился в Институте культуры колокольному искусству. Его история началась пять лет назад. Конечно, курсы дают основы. Но, как говорит Вадим, чтобы колокола зазвучали в руках мастера, нужно как минимум еще два года опыта. Сейчас он работает в разных храмах. Ощущение благодати, потому что это связь неба и церкви. Чего-то такого, чего раньше в моей жизни не было. Из учебного класса, где предстоит заниматься будущим звонарям, Вадим идет в колокольню Богоявленской церкви. Ее так до конца и не восстановили после Октябрьской революции. Первое, что получил этот небольшой храм – свой голос. Как правило, звонится от восьми колоколов. Большие благовестники, средние подзвонные и зазвонные колокола. Их слышно громче всех. Курсы звонарей в Спасо-Преображенском монастыре проводят уже второй год. Всем слушателям рассказывают, что должен знать и уметь человек, работающий в храме. Какой службе соответствует какой перезвон и в какой момент молебна и сколько раз должны бить колокола. Преподаватель, обучающий ребят теории музыки, он свою программу построил именно под колокольный звон. То есть это не просто сольфержи на фортепиано или пианино, какие-то нотки, еще что-то, такты, длительности. Это все есть, но через призму колокольного звона. Ограничений для поступления на курсы нет. Прийти могут люди любого возраста, принимают и женщин. Но вовсе не обязательно, что все они, получив сертификат, и устроятся на работу. В первую очередь курсы предназначены для постоянных прихожан храмов. Не у всех есть, допустим, певческие данные. Не все могут петь. Не все могут становиться батюшками. Или в монастырь идти и служить Богу таким образом. Такого рода церковное служение, оно тоже имеет место. Уже 15 человек обратились в монастырь для того, чтобы записаться на курсы звонарей. Занятия для них начнутся в конце месяца. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Настоящий праздник для школьников устроила строительная компания «Зеленый сад». Это яркий пример социально ориентированного бизнеса. 1 сентября в жилищном комплексе «Еврокласс» прошел День знаний. Найти занятие по душе смогли и дети, и взрослые. Это настоящий День знаний. Главные герои, конечно, дети. На праздник в жилищный комплекс «Еврокласс» пришли первоклассники, ребята постарше и родители. Вкусные угощения, подарки и веселые игры. Все это запомнится школьникам надолго. Очень даже хорошо, что этот праздник устроила эта компания «Зеленый сад». Знаете, мы очень уважаем эту компанию, чтим. Здесь застройки в основном вот именно этой компании. Ну и Илюш у нас, по-моему, прописан в одной из квартир этой компании. Мне тут нравится почти все. Здесь друзья там есть. Мы играем с ними. Здесь весело, здесь даже можно, здесь очень много друзей, очень. Ну там дают сок, я там попробовала, он такой вкусный. Тут весело, дети развлекаются хорошо, анимация хорошая, все бегают тут, играют. Да, Диана? Все приятно, напиток приятный, холодненький, зефирчик сладенький, музыка, все хорошо. Детишки играют. Молодцы, что организовали все так детям, весело. Здесь музыка, лимонад, печеньки. Веселые игры для ребят организовали аниматорам, которые предстали в образе мультперсонажей миньонов. Всем привет! Меня зовут Кевин, и мы с ребятами сегодня побывали в самой настоящей стране знаний. Также мы отправились с ними в путешествие, где мы побывали в стране смеха, в стране перевертышей. И провели большой фруктовый пунш. Всем пока! Пока ребята строили настоящий замок, путешествовали по стране знаний и танцевали под зажигательные песни, родители смогли пообщаться с менеджерами компании «Зеленый сад» и узнать о тех проектах, которые сейчас реализуются. Важно отметить, что место для проведения детского праздника было выбрано далеко не случайно. Совсем скоро на этом месте появится большой жилой комплекс – благоустроенный район с парковой зоной, беговыми дорожками, детским садом, школой и досуговым центром. На 9 гектарах будет построено 5 домов, по 500 квартир каждый. При этом при строительстве используют только новейшие технологии. Новый микрорайон будет создан по концепции «Евросмарт», который включает в себя умные лифты, адаптируемое освещение, видеонаблюдение с онлайн-трансляцией на компьютеры и мобильное устройство жителей. Все квартиры уже в базовой комплектации оборудуются пожарной и охранной сигнализациями, а также системой удаленного контроля за электрооборудованием. Комфорт и безопасность доставки жильцов на нужные этажи обеспечивают бесшумные энергосберегающие лифты «Отис». Здоровый микроклимат в квартирах, система принудительной вытяжной вентиляции. Еще одна важная составляющая, которую учитывают в домах строительной компании «Зеленый сад» – это безопасность. Специальная система «Антитеррор» уже хорошо зарекомендовала себя в других жилых комплексах. Теперь ее используют и здесь. Безопасность нового микрорайона обеспечит система «Антитеррор» «Лимитед Эдишн», которая включает в себя контроль доступа с распознаванием жильцов по отпечаткам пальцев. Камеры видеонаблюдения во всех ключевых точках снаружи и внутри каждого дома. Метеостанцию с контролем наличия вредных примесей в воздухе и выводом данных на экраны в подъездах. Тревожные кнопки, круглосуточный пост охраны на территории комплекса. Важно отметить, что на конечной стоимости жилья данные услуги никак не отразятся. Для компании «Зеленый сад» это уже стандартный формат строительства. Главное – удобство, качество и доступность. А еще – экология. Именно этому вопросу «Зеленый сад» также уделяет серьезное внимание. Они строят город для жизни. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok